Здарова всем, с вами Хилхёртс, и сегодня я бы хотел, я не знаю, какой-то такой небольшой новостной видосик насчет Skyrim мультиплеер записать. Получается что, 17-го числа, или даже какого, не 17-го, по-моему еще 15-го, была выпущена вот эта демо-версия онлайнового Skyrim-а. Вот, сервер уже работает, 30 человек, все дела неплохо, и просто посмотрите, почти каждый день, 16-го, 17-го, 18-го, 19-го, 20-го, 20-го, 21-го, 22-го числах, происходит дополнение, обновление и улучшение игрового процесса. Мое почтение, то что разработчики все еще стараются, все еще потеют, все еще делают Skyrim мультиплеер. Дошло до того, что вроде бы уже настроена синхронизация раз, всяких визуальных эффектов, вот, и мы с другом, с Пекой вчера, получается, немножко побегали. И здесь небольшая выдержка, вырезка из того, я вам сейчас покажу, что было сделано. То есть, как только ты заходишь на сервер, можно выбрать персонажа, настроить его, настолько, насколько у тебя как бы получится. Там бабка-ежка стримит. Вот, получается, можно настроить персонажа, и что интересно, этого персонажа будет видно, как бы, всем остальным. Почему? Да потому что синхронизация настроена. Я, наверное, звук выключу для того, чтобы он меня не отвлекал, а потом на фоне что-нибудь другое наложу. Как вы можете заметить, получается, вот это Пекарь уже, он держит факел, синхронизация факелов настроена, получается настроена синхронизация одежды и разных, я так понимаю, персонажей раз, насколько я могу понимать. Потом здесь мы снова решили проверить синхронизацию сидения на стульях. Ну, здесь как бы ничего необычного, как бы, кто-то сидит, кто-то немножко дергается, и это, я думаю, еще 10 раз поправят. Долго сидели и решили пойти отправиться в какие-никакие минимальные приключения. Здесь я задумался о том, что я бегаю, как голожопый мужчина, было бы неплохо надеть броню. Надел какую-то, какой нашел, потом нашел стражника, облузал его, и надел его броню. Насколько я понимаю, уже надетая броня на других персонажах тоже не отображается. Из того, что не... точнее, наоборот, отображается броня. Из того, что не отображается, это, получается, анимация оружия. Потому что я вот в него стрелял, потом ему сказал, он говорит, а ты, типа, что делаешь? У меня ты ничего не делаешь, ну просто на месте ходишь, стоишь. Вот. Этой синхронизации на данный момент, как я понимаю, еще нет. Потом мы с ним пошли еще дальше вниз. Здесь, по-моему, на нас напал волчара шерстяной, или не здесь. В общем, где-то напал. Сейчас постараюсь найти этот момент. Вот. Здесь я начал стрелять в волка, а он говорит, а в кого ты, типа, стреляешь? И раз ты стреляешь. То есть, противников тоже нет. У меня и у него совершенно свои разные противники, которые, так понимаю, находятся в локальных, возможно, версиях Скайрима. Не знаю. Синхронизации нет. Потом мы здесь тоже снова просто бегали. Ну, на данный момент самое важное, что хотелось бы узнать, что можно понять. Как бы разработка идет полным ходом. Почти каждый день выкатываются патчи. Где-то что-то новое фиксится. Да, с того анонса, которого... С прошлого видео... Я немножко на эмоциях, простите меня, заговариваюсь постоянно. Вот, с прошлого видео убрали возможность карманных краш. Ну, вот. Здесь можно посмотреть на него волчара шерстяной напал. Но ему пофигу, потому что он не чувствует боли. Потому что синхронизации нет. Здесь две попных стрелы побеждают волчару. Ну, и после этого мы решили, что будем ждать следующих патчей, следующих обновлений, когда уже будет боевая система. Или, возможно, какие-то еще дополнительные улучшения. И мы продолжим в следующий раз. Ну, и здесь я прыгнул со скалы. В надежде на то, что мы заспавнимся в камне Шора, потом ударим курицу и нас отправят в Рифтон в тюрьму. Но, к сожалению, ничего не происходило. Но это местный баг. Просто выходите, заходите заново и создайте нового персонажа. Так что, как-то так, небольшой, не знаю, дайджест, что ли. О том, что сейчас работает, что сейчас не работает. Надеюсь, было хотя бы минимально интересно и информативно. А Пекару большое спасибо за предоставленные тесты. В общем-то, опять же, буду рад почитать ваши комментарии. Всем всего хорошего, счастья, здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки. Также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёрдс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok